Эта экспозиция расположена в западном флигеле Большевиземского музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Она посвящена истории Голицына и Визем 20 века. Появилась благодаря дарителям и энтузиастам-краеведам. 80% экспонатов – то, что было безвозмездно передано музею для воссоздания истории этих мест. Это вот чайник на углях. Это вот дедушка нашего современного электрического чайника. В него засыпались угли и таким образом кипятилась вода. Это походный вариант. Люди брали с собой в поездки, в походы такие чайнички. Колокольчик тоже Голицынский. Сейчас мы стоим, ждем поезд. Нам такая сирена, а раньше вот такой скромный колокольчик. Гордость музейщиков – это деревянная скамейка, которая в 1912 году стояла на Голицынском вокзале. Ее бережно хранила местная жительница, узнав о том, что предмет имеет историческое значение, передала в музей. И таких экспонатов не с честь. В этом году пополнить музейный фонд решили более 30 человек. Не только из Одинцовского района, Москвы и Подмосковья. Были даже дарители из США. Поблагодарить людей за их участие в судьбе музея-заповедника решили, организовав День дарителя. В течение года нам поступило довольно много предметов, которые благодаря вашему бескорыстному порыву удалось пополнить и фонды нашего музея, и библиотека нашего музея также пополнилась замечательными, уникальными изданиями. Среди гостей Михаил Ременник – архитектор, реставратор, уроженец больших везем. Будучи ребенком, он нашел в мусорной куче на территории усадьбы биде, которое год назад передал музею. Первый предмет – это был биде, который я здесь нашел, валяющийся в куче. Вот такой, когда сюда привели Буденова, и они открыли конебалетный институт, как мы его называли, и всю фурнитуру, канализацию, все эти умывальники, все ломали, а они были 18-19 веков. А этот кухонный шкаф передали в музей наследники Серафимы Ивановны Фонской. Он находился в Доме литераторов в Голицыно, где бывали Ахматова, Цветаева, Куприн и другие российские писатели и поэты. После реставрации он отправится в Голицынский музей, который планируют открыть в следующем году. В День дарителя директор музея-заповедника Александр Рязанов вручил всем гостям билеты постоянных посетителей. Кроме того, для дарителей была организована экскурсия, а после – концерт. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».